Для меня лично закончился не так удачно, как проходил он не так удачно, как был первый. Во-первых, это связано с тем, что это второй сезон, и уже меня узнали все игроки, все команды узнали, разобрали. И надо было приспосабливаться, и опыта у меня немного, и это было тяжело сделать. Я надеюсь, что следующий сезон в этом плане будет поудачнее. А в плане команды этот результат такой плохой, из-за того, что в начале сезона у нас два основных центровых поломались на пол сезона. И пока нашли замену, пока сыгрались, первые шесть игр проиграли, и потом уже просто подтянуться было тяжеловато. Ну, остались, задачу выполнили, и уже какой-то положительный результат есть. У меня еще там контракт на год, один плюс один у меня, и мне там абсолютно все нравится, плюс это еще Испанская лига. И лучший баскетбол в Европе, и уезжать оттуда, пока есть шанс там остаться, уезжать я не собираюсь. Каждый год, даже после каждой игры, после каждой тренировки чувствую, что в чем-то, минимум, чему-то научился. Где-то добавил, где-то увидел свою ошибку, на следующей тренировке исправил. И так обучение проходит каждый день. Каждый день чему-то новому учусь. Мелочь какая-то, но все равно. Мне хватило трех недель после сезона, я восстановился, потом начал тренироваться потихоньку. Тренажерный зал, беговая дорожка, зал с мячом. Потихоньку, чтобы приехать в сборную и не быть совсем разобранным, поддерживал себя в форме. В сборную приехал с хорошим настроением, с настроением работать, добиваться каких-то новых вершин. Это есть шанс первый раз поехать с национальной командой на чемпионат Европы. И хотелось бы попасть в состав, 12 человек, поехать, вернуться сюда, в Литву и сыграть с такими командами, как Россия, Словения. Мне было бы очень интересно поиграть. Для меня каждый год это особенное, потому что защищать честь страны всегда приятно. Особенно, когда тебя вызывают, и когда ты попадаешь в состав, когда тренер тебе доверяет, всегда приятно, и ты стараешься доказать, что ты не зря здесь. Я постараюсь оправдать надежды тренера, если он меня сюда вызвал. Первое впечатление – тренер не мягкий, но и не сильно жесткий. Это первое впечатление. Система подготовки сборной, которая была раньше, при украинских тренерах, вернее, система, которую предлагают Фротеллы, отличается от того, что было раньше? Да, отличается, во-первых, потому что состав тренерский гораздо больше, чем был в предыдущие годы. Гораздо больше информации поступает. Гораздо больше новых упражнений. Тренер по физподготовке. В сборной никогда до этого не было тренера по физподготовке. И уже как-то интересно это все делать, потому что это новое. Все новое, все интересное. Не знаю, посмотрим. Сегодня был первый день, мне понравилось. Посмотрим, что будет дальше. Мы все, в принципе, друг друга знаем давно с ребятами и друг друга заряжаем энергией. И как бы, даже если, не знаю, тренер, мы должны быть сплоченный коллектив, команда, игроки. Я так считаю, что если команда, игроки, сплоченный коллектив, то она многого добьется. Не все понимают, но всегда есть возможность спросить у тренера, спросить у партнера, того, кто понимает. И я думаю, что с этим проблем нет. Но у тебя есть проблемы с пониманием или ты достаточно владеешь языком? Мне хватает тех знаний английского языка, которые мне хватает. Я не жалуюсь. Я все понимаю. После того, как я узнал, что я кандидат в сборную и главный тренер Майк Фротелло, тренер НБА, и что он пригласит ассистентов, я был готов, потому что в прошлом году я был в летней лиге, тренировался с Атлантой. И я примерно представлял, что будет здесь. Вот, ну, я был готов, да. Тяжело? Нелегко, скажем так, нелегко. Субтитры сделал DimaTorzok